Харьков имеет славные военные традиции. Многие военные родились, жили или работали в нашем городе. Но сегодня мы хотим рассказать, пожалуй, о самом известном военном. Об одном из пяти маршалов Советского Союза. О мистере Икс, о черной маске, о человеке без прошлого, как его иногда называют зарубежные исследователи. Итак, маршал Советского Союза Василий Блюхер. В мае 1928 года в Харьков приехал новый заместитель командующего войсками Украинского военного округа. У него была странная фамилия и всемирная слава полководца Василий Константинович Блюхер. Квартиру красный командир получил на улице Сумской прямо в центре и сразу включился в дела. Он обучает войска, преподает в военной академии, проводит учения в Чугуевских военных лагерях, приближенные к военным условиям. А когда к Василию Константиновичу приезжает семья, его часто видят с женой в Харьковских театрах. Харьковчанам будущий маршал понравился. Политикой особо не интересовался, слов на ветер не бросал, а был скорее молчуном. Любил искусство и оказался умным начальником. Единственное, что удивляло дотошных жителей Харькова, что смуглый чернявый горбоносый Блюхер по биографии являлся ярославским мужиком. Это многих смешило. Так кто же вы такой, товарищ Блюхер? По официальной легенде, Василий Константинович родился в деревне Барщенко Ярославской губернии. Странную фамилию объясняли по-разному. И от прапрадеда солдата, воевавшего с Наполеоном, и получившим прозвище от фамилии немецкого генерала, и шуткой помещика, давшего такую фамилию деду. Но вот что интересно, нет никаких детских и юношеских фото Блюхера. А в качестве дома, где он родился, лично я насчитал три варианта разных фотографий. Еще одна странность. Согласно биографии, Василий возглавлял в 1910 году забастовку на Матищинском заводе. Не поленимся просмотреть справочники тех лет. Итак, 1910 год. В России всего две забастовки. И, конечно, среди них нет Матищинского завода. А в списках работников завода нет Василия Блюхера. Точно такие же казусы видны во всей биографии вплоть до 1917 года, когда, наконец-то, появляется из темноты фигура реального и живого человека. Но, просматривая его фотографии, я ловил себя на мысли, что внешне Василий Константинович никак не похож на русского мужика. Но пускай его национальность и происхождение определяют зрители и историки. Итак, в мае 1917 года в 102-м запасном полку, стоявшем в Самаре, появляется некто с фамилией Блюхер. Кто он и откуда, никто не знал. Человек молчалив, что необычно для тех революционных лет, но деятелен. За несколько месяцев он становится лидером солдат. По-русски говорит очень чисто и свободно, но создается впечатление, что это не его родной язык. К ноябрю 1917 года Василий Константинович возглавляет красные отряды на Южном Урале. Им подавлено восстание в Челябинске и разгромлено таман мятежных уральских казаков дутат. Уже тогда в отрядах Блюхера удивляла дисциплина, которой у красных не было тогда и в помине. Не брезговал командир расстреливать нарушителей лично. Но вот, летом 1918 года от Волги до Владивостока вспыхнул чехословацкий мятеж. Части, сформированные из чехов и словаков, еще до революции, не приняли мира России с Германией и выезжали из России для борьбы с немцами. Но мудрые большевики попытались их разоружить. И вот дисциплинированные чехи гонят красные отряды за Волгу, остальные разгромлены. И только Блюхер не смирялся с неизбежным. Собрав 10 тысяч солдат и беженцев, он ведет их из окружения на прорыв. Сотни и сотни километров от Урала до Волги. В боях под ним убито пять лошадей. За голову назначены белогвардейцами награды в 20 тысяч рублей золота. Но казалось, он заколдован от пуль и поражений. В сентябре 1918 года он вывел свой отряд из окружения. За полководческие успехи и смелость специально для Василия Константиновича придумывают первый советский орден. Орден Красного Знамени. И вручают его командиру. Орден за номером 1. Он воюет на Урале и в Сибири сначала командиром 4-й уральской дивизии, затем 51-й. В 1919 году он окружен с двумя тысячами красноармейцев. Операцию по уничтожению возглавляет лично Колчак. Белогвардейцев больше в 10 раз. Василий Константинович выбирает самый укрепленный фланг, где его не ожидают, наносят удар и вновь уводят войска от противника. А когда у Красной Армии не получается побеждать войска Врангеля, то в Причерноморье срочно вызывают Блюхера и его дивизию. Именно они удерживают знаменитый Каховский плацдарм во время наступления белогвардейцев. И именно части Блюхера захватывают перекоп и берут штурмом неприступный турецкий вал. Красная Армия в Крыму. Более того, именно Василий Константинович ставит точку в гражданской войне. Он возглавляет освобождение Дальнего Востока, его частями выбиты японцы, разгромлен Атаман Семенов, а в Монголии разбиты части барона Унгерна. К чести полководца он не участвовал в подавлении крестьянских восстаний, предпочитая настоящие сражения. Именно он в 1923 году предложил распустить Красную Армию и создать новую профессиональную армию. Старая, по его словам, в большинстве своем банда разбойников и насильников. И реорганизация армии началась. Но Блюхер вновь на войне. С 1924 года он советник Национальной революционной армии Китая, а по сути ее командующий. Благодаря ему китайские демократы удержали свою власть и победили правых. В Китае он воюет до 1927 года, затем Харьков, а с 1928 по 1938 год Василий Константинович командует Красной Армией на Дальнем Востоке. Когда начались сталинские репрессии против военных, Блюхер участвует во многих судах над якобы предателями, но прекрасно понимает, все выдумано. Он чувствует, тучи сгущаются и над ним, о чем и предупреждает родных. В 1938 году части Красной Армии под командованием Блюхера разбивают вторшихся в районе озера Хасан японских захватчиков. И эта победа стала приговором командиру. Сталин не мог стерпеть умного, популярного и смелого полководца. А больше всего Йосифа Виссарионовича смущало умение Блюхера молчать. Этим он походил на Сталину, а значит опасен. 22 октября 1938 года маршал Блюхер был арестован вместе с семьей и привезен в Москву. Допрашивал его лично Берия. 16 дней пытали командира. Ему сломали руки, выбили глаз, содрали ногти. Но Василий Константинович оказался по-настоящему смелым офицером, в отличие от большинства репрессированных военных. Он не признался ни в чем, никого не оговорил, не подписал ни одной бумаги, умерев от пыток. Так почтим и мы память этого стойкого человека и полководца, который неизвестно откуда пришел и неизвестно где похоронен. Человека, вписавшего не худшую страницу в историю нашего города. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ